Наташ, скажем так, этот сезон, который предстоит тебе, сулит много нового и интересного, потому что ты вступаешь в него как, можно сказать, зарекомендовавшийся спринтер. Неожиданно совершенно для многих в олимпийский сезон именно победы пришли в спринте. Олимпийская медаль, долгожданная индивидуальная медаль, хоть командный спринт, но это все-таки более индивидуальная медаль, чем, скажем, классическая эстафета. Да еще это и спринтерскую команду перешла Юрия Михайловича Каминского. Это все означает, что мы увидим рождение нового спринтера или это все-таки расширение твоих возможностей? Да, я в этом году тренируюсь в спринтерской команде, так получилось. То есть я думаю, что такая специализация нужна, но забрасывать длинные дистанции я не собираюсь. И Юрий Михайлович тоже за то, чтобы я бегала длинные гонки. Но главная цель, конечно, это спринт чемпионат мира на данный момент. То есть на данный момент все-таки акцент именно на спринтерские соревнования и в итоге и в Кубке мира и на чемпионате мира? Ну я говорю, хочу еще раз повторить, что дистанции мы не забрасываем и цель на них тоже имеем. Но цель имеем, скажем так, не на тридцатке? Ну да, ну поживем-увидим, как это все сложится, как получится. Сезон для меня новый, тренировки совершенно построены по-другому, отношение вообще к себе другое. И поэтому трудно сказать, что будет. Может быть, будет супер, может быть, будет какой-то спад. Это трудно сказать, никто не может прогнозировать на данный момент, как это произойдет, вход в сезон и дальнейшее. Но ведь уже были кое-какие контрольные старты, уже все-таки роллерные. Или ты все-таки обычно не ориентируешься на роллерные старты? Я обычно не ориентируюсь на роллерные старты. И в роллерах я себя веду очень аккуратно летом. И многие старты просто проигрываю тем людям, у которых выигрываю зимой. Это тоже, можно сказать, обнадеживает, судя по последним стартам. Потому что все-таки летом ты не готовишься к этим соревнованиям, а готовишься именно к зиме. Соревнования проходят на какой-то загрузке, на какой-то определенной работе. Они преследуют цель именно тренировки, а не соревнований. И поэтому я думаю, что зимой будет все по-другому. А ну вы же еще много тестов уже проходите, да? Сейчас чуть не после каждого сбора проходит тест. И как у тебя увеличение скоростных способностей, силовых, прибавка есть? Ну да, мы смотрим реакцию организма на данную нагрузку. То есть есть прирост, где-то может есть какой-то спад. Тоже в зависимости от того, какой прошел предыдущий сбор, как он прошел, какая загрузка мышц. Поэтому однозначно говорить сейчас очень трудно. В общем, ты пока вообще не готова. Я не готова что-то прямо сказать. Все, я этот сезон всех порву. То есть я готова это сказать. Морально я на этом настраиваюсь. А как это сложится, трудно. Ничего обещать не буду. Ну, мы не просим тебя обещать. Тогда, ну, расскажи хотя бы как бы психологически. Все-таки, ну, совершенно в новой атмосфере. Такой, это уже нельзя назвать экспериментальной сборной, в конце концов. Это самая удачная группа российских лыжных гонок на Олимпийских играх. Но все-таки другой тренер. Вот что тут такого нового для тебя? Для меня новое все. Я живу теперь в другом мире. Не в том мире сборной команды, которым это было год, два, пять назад. Это совершенно по-другому. Отношения с тренером по-другому построены. Отношения в команде. То есть, тренер видно, что заинтересован в результате. Подключает различные научные группы. Это все даже завязано там на питании. До малейших, до мелочей. Как говорится, все складывается из мелочей. А в большом спорте мелочей не бывает. То есть, здесь это все учитывается. И поэтому любое какое-то самочувствие, что-то не то, какие-то нюансы. Тренер старается всегда это учитывать. И все время есть диалог с тренером. Вот это очень огромный плюс, я считаю. Ну и в спринтерской команде здесь мы живем как одной большой семьей, по-моему. Кстати, вот эта большая спринтерская команда, она же в одночасье стала звездной. Там олимпийские чемпионы, куча призеров олимпийских игр. А вот ты-то уже, в общем-то, была в звездной команде, да, вот давно, когда там были, вот в дистанции, когда ты была такая юная, еще так подающая надежда. Вот есть какая-то вот разница между той звездной командой начала нулевых и вот этой звездной командой практически к началу десятых годов? Ну, конечно, разница есть. Потому что здесь все молодые спортсмены. То есть никто из себя звезд таких не строит. Ребята ведут себя так же обычно. Никакой звездной болезни ни за кем не замечено. Все простые в общении, такие добродушные. Конечно, не без всяких таких житейских мелочей и вопросов, но бывает у всех всякое. Все мы люди и все ведут себя абсолютно адекватно. А как вот Корстелёвка в качестве олимпийского призера не почувствовал какой-то звездной болезни там? Было окружение от успехов? Корстелёвка, по-моему, надо вздерживать в тренировках немножко. Потому что хочется много и всего, но в то же время, судя по последним годам, когда я тренировалась, можно сказать, по полсезона всего, что какие-то есть опасения, да, что можно и перетренироваться с таким. Тут вот фу, без травм, всё как бы идёт гладко. Я говорю, потому что при малейшем каком-то заболевании, какой-то микротравме, то есть сразу включается всё наука, доктор, сразу отстранение от тренировок чуть ли не в приказном порядке. То есть если раньше у меня что-то болит, ну ладно, переболит, пойду, но потом это всё усугубляется. То есть сейчас и мы умнее, и тренер нас бережёт. Смотри, есть мужская команда, и есть всё-таки женская команда, всё-таки у Юрия Михайловича Каминского. Если в мужской команде там более-менее все равны, да, ну, несмотря на то, что Крюков чуть-чуть ровнее всех других, но всё-таки по сравнению с Петуховым, может, они где-то стоят одинаково, то в женской команде всё-таки Наталья Крастылёва выделяется. Всё-таки все остальные помоложе и такие достижения нет. Ты чувствуешь себя неким лидером? Ты чувствуешь что-то как-то, ну, какое-то ощущение ответственности? Потому что на тебя всё-таки, наверное, девчонки, ну, как-то, но равняются или нет только вообще? Нет. Мы все общаемся на равных, я вот, допустим, как говорится, женщины не говорят о возрасте, но с девушками разница в 10 лет, как оказалось. Но мы общаемся все на равных, и иной раз некоторые, но сейчас уже нет, а вот до некоторых пор даже удивлялись, что у нас такая разница. То есть абсолютно разница не чувствует, девочки все работают добросовестно, стараются, на тренировках дают мне бой, составляют конкуренцию. То есть это тоже очень хорошо, то есть я только это приветствую. За советами не бегают? Нет. Нет? Не нуждаются? Ну, может быть, как-то так в житейской какой-то ситуации что-то там спросить или что-то в порядке вещей, я как бы не считаю, что это какие-то советы, там ещё что-то. Это просто пришли, поговорили, посидели, всегда нужно прийти чай попить, поговорить по душе. То есть никто никого не строит? Нет. По крайней мере, я никого не строю. А с ребятами, как у вас, всё-таки вот там очень, совсем ещё недавно я слышал от лыжников такие заявления, что лыжный спорт вообще это не женское дело, и вообще, что женщины это вообще слабаки, и вообще это неинтересно. Я знаю, что это отношение меняется очень серьёзно, очень быстро, за последние пару-два-три года очень сильно изменилось. Тут-то как к вам ребята относятся? Ребята очень хорошо к нам относятся, у нас джентльмены, мы их пытаемся воспитывать немножко с той стороны. И ещё больше быть с джентльменами. Да, потому что в последнее время почему-то, как-то, может, поколение такое, что вот вырождаются у нас джентльмены, всё-таки, но это к молодёжи относятся больше. Ну, ребята, да, такие галантные кавалеры у нас. То есть и в этом плане нет никаких трений? Нет, никаких трений нет, общаемся свободно. То есть если нужна какая-то помощь, именно мужская, то всегда можно обратиться, и можно быть уверен, что тебе не откажут. То есть чехлы с лыжами вам помогают, пускай? Ну, да. Чехлы пока не сталкивались, но сумки помогают. Вот по поводу ближайших планов, ну, на первые этапы, то, что я знаю, что там вот вкус само это же мини-тур будет, и там будет тоже какая-то вот там отбор у вас, да? Пока ещё вы не говорили об этом, кто попадёт на эти, или будет отбор последний уже? Ну, и мы планируем, что я поеду ещё в Голивары на первый этап Кубка мира. А, с самого начала? С самого начала, да, чтобы не терять кубковых очков, если пойдёт как бы хорошо, то чтобы с самого начала заиграться в общем зачёте. То есть, таким образом, ты как бы оторвёшься от команды и несколько так самостоятельно будешь? Да, это, конечно, будет очень сложно, пока в организационном плане это всё продумывается. Но вот сейчас август месяц, там даже был июль, а Юрий Михайлович уже об этом думает. То есть, он думает это не, когда меня надо за два дня отправить, чтобы переправить меня со всеми лыжами, со всем барахлом, а что именно там за три-четыре месяца, то есть, составляются какие-то планы. Ну, и, скажем так, последний такой вопрос, чисто технически, но он тоже очень любопытный. Потому что сейчас идут очень, после Олимпиады, очень серьёзные подвижки в изменениях, там, контракта наношения с техническими спонсорами, со всеми. Там, кто уходит с одних лыж, или там, с платформы, другие возвращают. У тебя какие-то изменения есть или нет? Да, на данный момент я пробую разные марки лыж, пробую в том числе Россиньол, Фишер. С Матчисом пока у нас не складываются, почему-то отношения. Не можем найти общий язык именно с фирмой, которая представляет в России. Ну, вот Россиньол и Фишер очень жаждут поставить меня, по крайней мере, на контракт. Сейчас я занимаюсь тестированием, копировки. То есть здесь на Глечере в Рамзово? Да, здесь на Глечере, тестирую лыжи, ботинки уже пробовала, в том числе Альпина, как если с Фишером связываться. И Фишер ботинки пробовала. То есть различную экипировку, надо мной уже смеются, что я... Можно ко мне обращаться за советом, я уже, можно сказать, эксперт во всех марках. Пробовала Атомик, и лыжи, и ботинки, да. До Соломона еще не дошла. Там просто немножко другая система креплений, и они так настырно, как Атомик, не предлагали еще. То есть пока еще ничего не решила. Пока еще ничего не решила. Ну ладно, удачи тебе сделать правильный выбор. Время есть. Спасибо.